Редкий автобус или маршрутка доедут до конца так называемого кармана. Их построили специально для общественного транспорта во время реконструкции остановок. Иногда этому мешают припаркованные машины, но лишь иногда. Чаще водители добровольно тормозят в самом начале кармана и с этим решили бороться по-новому. Не просто регулировать распределение автобусов, но при необходимости штрафовать и водителей, и руководителей транспортных предприятий. Не только об этом решении объявили на совещании. Речь по сути об одном – наведении порядка на улицах Сочи, где после некоторого перерыва все чаще можно видеть незаконно приехавших гастарбайтеров. Во время подготовки и проведения Олимпиады миграционное законодательство соблюдалось жестко. И жители, и гости курорта отмечали. Обстановка в городе стала комфортнее и безопаснее. Сейчас работодатели порой пытаются вновь нанимать нелегалов. У нас очень маленькие квоты. Квот нет, а людей полно. Значит, о чем это говорит? Кто-то их берет, зная, что они незаконны, берет из-за своей личной выгоды. Потому что дешевая сила. Гастарбайтеры все чаще при въезде в Россию целью визита называют туризм. Гражданам нескольких стран это позволяет до месяца оставаться в Сочи без визы. Но миграционные службы умеют вычислять лже-туристов. Свыше тысячи незаконных мигрантов уже лишены права приезжать в Россию на пять лет. Наказывают и работодателей. В период с января 2014 года наложено более 350 миллионов рублей штрафов на таких, будем говорить, незаконных действий граждан Российской Федерации, которые незаконно привлекли иностранцев. Нашелся и эффективный способ решения проблемы с теми, кто не платит за аренду земли. Речь об участках, на которых находятся коммерческие предприятия. Такое количество земельных участков, за которые не платится аренда. Нам надо их всех вернуть немедленно в муниципальную собственность и заново на торгах их продать. Первые семь участков уже изъяты, еще 70 выявлено и дела по ним переданы в суд в прошлом году. В 2014 еще 58. И это не конечная цифра. И все эти участки могут быть выставлены на продажу. В настоящее время в связи с внесением изменений в законодательство Российской Федерации стал возможным выкуп земельного участка в собственность. Поэтому приглашаем всех арендаторов, заинтересованных в приобретении прав собственности на земельный участок, обращаться в департамент имущественных отношений за консультациями, разъяснениями. Продажа участков должников поможет Сочи в крайне важном деле пополнения бюджета. Например, это позволит гораздо больше средств тратить на социальную сферу. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ